Дисциплина психологии и реакции в Первоуральске прошла очередная тренировка с чемпионом. На этот раз перед молодыми спортсменами города выступили именитые волейболисты области. Чему научились у них первоуральские новички, выясняли наши корреспонденты. Атлетизм, техника и самое главное быстрота мышления. Это три кита опоры для каждого волейболиста, по словам именитых мастеров. Все они когда-то играли профессионально на областных и российских чемпионатах. Сегодня свой многолетний опыт передают молодым спортсменам из секции старта. Алина Абакулова в волейбол играет полтора года. Благодаря профессионалам по-новому взглянула на свои возможности и улучшила технику. Тренера нас всему этому учили. Но конкретно сегодня у нас появилась возможность посмотреть это в реальной жизни, то есть пообщаться с профессионалами. Это такой очень хороший опыт, который для каждого человека, ну, для каждого спортсмена очень нужен. Сейчас в Пероуральске на базе Дю США волейболом занимаются более ста детей-подростков. Сегодня именитые мастера учат их не только правильно атаковать или принимать мяч, но даже как правильно дышать, падать и как грамотно использовать свои силы. Каждый элемент, считают игроки области и сборной страны, должен быть ювелирно отточен на максимум именно в раннем возрасте. Эти принципы волейболист Илья Ильиных доносит до своих учеников в первую очередь. Тренером он работает уже 10 лет. Воспитанникам прививает баланс. В волейболе одинаково важны как физическая подготовка, так и умение быстро принять решения. Я считаю волейбол самым интеллектуальным из игрок и до спорта, потому что он технически сложный. На контакт, на обработку мяча сотые доли секунды, особенно в профессиональном спорте, там где подача у мужчин более 120 км в час летит, и там пролетает на это расстояние 18 метров доли секунды, сотые. Всего в мастер-классе с топ-игроками приняли участие 40 детей от 8 до 18 лет. Тренировки с именитыми спортсменами город чемпионов проводит далеко не впервые. Со своими кумирами ранее встретились пловцы, лыжники, гимнасты и легкоатлеты. Вообще во всех европейских странах есть прямо стратегия такая, когда именитые спортсмены приезжают в различные детские школы и проводят прямое общение с детьми. Это очень важно, потому что ребенок, он видит, что есть возможность добиться тех результатов. И человек, представитель этого вида спорта, именитый спортсмен сейчас общается с тобой. Непосредственное общение очень важно для любого спортсмена. Всего за 2017 год общественники провели 15 встреч с чемпионами. Обещают, что активно продолжат подавать пример молодежи и в следующем году. Никита Нехорошков и Михаил Перанков. Служба народных новостей.